К вам обращается группа МЕЧ. Такое имя нам дали журналисты. И они абсолютно правы. Потому что в сложившейся на сегодня ситуации только мечом можно искоренить зло. Никаких других средств уже не осталось. Мы обращаемся к каждому, кому не безразлична его судьба. Судьба его семьи, его родных и близких. Судьба его страны. Нас называют преступниками, грабителем и убийцами. Но это ложь. Ложь направлена на то, чтобы запугать народ. Запугать вас. И заставить сообщать информацию, которая поможет нас поймать. Власти хотят остановить расправу над преступниками, которые мы осуществляем. Потому что наша деятельность дискредитирует существующую правоохранительную систему в глазах общества. Не верьте тому, что про нас говорят по телевизору. Не верьте тому, что про нас пишут в газетах. Мы ваш единственный и последний рубеж обороны. И если придется умереть, чтобы защитить вас, мы умрем. Не сомневайтесь. Пока мы держимся. Но знаете, если нас не станет, последним рубежом обороны станете вы сами. Никто не защитит вас и ваших близких, кроме вас самих. Хватит уповать на кого-то. Хватит ждать милости от кого-то. Мы простые люди. Такие же, как вы. Если вы захотите, то станете так же сильны, как мы. Не проходите мимо чужого горя. Не оставляйте зло безнаказанным. И самое главное, никого не бойтесь. Только ваш страх может остановить вас. Бояться должны те, кто совершает преступление. Те, кто ворует, грабит, насилует и убивает. И они будут бояться. Вместе мы заставим дрожать их от ужаса. Вместе нас никто и никогда не победит. Знайте, есть только три по-настоящему достойных дела, о которых вы должны помнить всю жизнь. И это не посадить дерево, построить дом и вырастить сына. Первое, это помочь тому, кто нуждается в помощи. Второе, защитить того, кто беззащитен. И третье, самое лучшее, что вы можете сделать в жизни, подарить надежду тому, кто ее лишится. Прощайте.